Давайте мы поговорим о мальчике Серафиме. Вот, смотрите, я родился мальчик тоже 25-го числа, но и июня месяца. Вот здесь совсем другие планеты, и здесь совсем другие энергии. То есть мы, находясь под влиянием материальной, наше естество, оно находится всё, все материальные объекты находятся под влиянием энергии планетарных. И даже растения. Вот ни один физик не объяснит, как может вода без напора, без насоса течь вверх. Ну как это? Она может сама по себе течь вверх. Ну вот пускай они объяснят. На пальцах можно объяснить всё, что угодно. А почему тогда мы поливаем не листики, а поливаем корни? Для чего мы поливаем корни? И почему оно растёт? То вверх оно растёт, верно? Кто-нибудь задумывается? Нет, это всё воспринимается как должное. Корень – это очень важная штука. И поэтому корень в наших жизнях и с нашим родом – это очень важно. И бывают моменты, когда род надо закрыть, потому что это закрыть. Почему? Ну потому что человек изжил себя, изжил. Он не может, он не хочет понимать о том, что продолжать. Бывает такое. Если кто смотрел передачу с Львом Клыковым, это он объяснял. Я всего лишь трактую то, что уже где-то было. Точка зрения моя очень редкая. Я проявляю свою точку зрения. Я могу быть согласен, не согласен. Но я не люблю говорить о том, что надо делать так. Я всего лишь – это информация. И кто хочет, он идёт дальше. Идёт образовываться. И мы потихонечку с этим разбираемся. Вот только так должна быть. Информация должна быть, которая она или принимается, или не принимается. Два варианта есть. Неуверенность – будем двигаться в сторону. Так вот, допустим, в данном случае этот мальчик Серафим не будет у него, в отличие от предыдущего мальчика, не будет у него каких-то глобальных, чистолюбивых, так сказать, устремлений. Однако, однако, у него не будет этого по своим качествам. Понимаете? То есть мы рождаемся в определённый день, в определённом месте, и мы получаем качество своего предыдущего воплощения. Ну, грубо, чтобы было понятно. Но далее мы переходим… Вот этому посвящён мой курс «Нумерология души» там довольно серьёзно. И там не так. Всё не так. Это не те нумерологические курсы, которые где-то как-то проходят. Там больше, скажем так, психология и философия с элементами, конечно, тем, что нам надо знать, и как мы должны чувствовать этого человека. У нас будет, кстати, курс по нумерологии немой, правда. Я этому очень рад. Я буду просто помогать. Ну, чуть позже, через месяц, наверное, будет такой курс. Вот. То есть вторая половина жизни, а эти дети пока в первой половине жизни, они находятся с энергиями предыдущих воплощений. Так? И вот родители обязаны об этом знать. То есть до пяти лет мы никак не воспитываем своих детей. Никак. А вот начиная с пяти лет, примерно, мы начинаем их воспитывать. Примерно до возраста 12-13 лет. Ну, 14 можно. Сегодня смещается в сторону. Сегодня как-то все лучше развиваются. И вот потом мы становимся с нашими детьми друзьями, а не руководителями. И за них переживать ни в коем случае нельзя. Особенно, кстати, за мам. И она скажет, мама, как это так? Я не могу не переживать? Должны не переживать. Потому что ваши переживания на них очень серьезно воздействуют. И у них не будет получаться. То, чего мы боимся, то мы, скорее всего, и получаем. Это закон такой. Короче говоря, дальнее путешествие, страсть у него, вот у Серафима, не поседа он. Но то, что он родился в июне месяце, и сочетание 25-го вот этого числа, и посмотрите, сколько здесь двоек. 25-го, 6-го, 2012-го. Двойка – это Луна. Луна связана с водой. Ну, все женщины понимают о том, что это циклы ваши женские. И это связано только с водой, движением тела, движением воды в организме. Луна. А раз это вода, то ему противопоказаны, скажем так, какие-то глубокие погружения, я буду так говорить. То есть опасность может теоретически прийти вот от воды. Что это означает? К примеру, как вариант, Петр, не Петр, Павел, Павел Глоба, да? Вот. Где-то, когда-то я читал, ему дед, серьезный островок, сказал, что тебе не надо летать на самолете до 30 лет. Есть опасность. Это не значит, что ты полетишь и разобьешься, но опасность есть. И он это принял как очень серьезный совет. И он не летал до 30 лет на самолетах категорически. Ну, вероятность есть, так зачем нам, так сказать, подвергать себя опасности, если есть такая вероятность. Особенно для тех людей, которые доверяют такой науке, они говорят, что это от лукавого. Окстись, некоторые говорят. Ну, это дело такое. Это, опять же, верю, не верю. Вот. Далее, по поводу денег. Ну, надо копить деньги на черный день. Вот есть такая вещь. Планетарное вот это вот сочетание вот этих планет дает угрозу, угрозу для него стать жертвой обмана. Еще раз, почему? Опять же, 25 число, это двойка и пятерка, и это в сумме дает 7. А 7 – это планета Кету. И вот планета Кету, здесь есть постоянные какие-то конфликтные ситуации. То есть такие люди чувствуют, как будто кто-то на них что-то такое, их подозревают. Они сами имеют интуицию, но они постоянно чувствуют угрозу со стороны кого-то, понимаете? То есть они очень мнительные. Еще раз, у них очень и очень узкий круг людей, которые они вычисляют сами по себе. Он непонятен, такие люди, и вам, мама, тоже он не будет понятен, если еще уже непонятен. То есть в этом-то и есть. Ну, это, еще раз, это не хорошо и не плохо. Это просто вот оно есть и есть. Ничего нельзя сказать. Но очень хорошее чувство прекрасного, то есть природа, красивые предметы, ему интересно, он может быть коллекционером. Дело в том, что 25 июня он уже переходит, скажем, восходящий знак зодиака, это рак, правильно? Вот. Если это рак, тогда это вода, опять же, и наряду со стремлением, допустим, к каким-то новым впечатлениям, у него возможное путешествие, потребность смены обстановки, то есть постоянное где-то перемещение. Вот это такие вот у него энергии есть. Ну, в общем-то, довольно необычно, довольно все своеобразно. То есть очень серьезная притягательность, для каких-то людей, которые хотят получать от него, ну, когда он постарше, будет понятно, какие-то, что-то от него хотят получать. Короче, мошенники могут быть, и если какие-то деньги там появляются где-то на горизонте, то будут какие-то инсинуации по отношению к этим вопросам. вот, должно быть все очень четко, никаких спекуляций, никаких, скажем, биржевых настроений, да, потому что очень многие относятся этому не как к работе, а просто как к азартной игре, вот для него это делать не надо. Здоровье, по здоровью, наверное, многих интересуется, особенно мам, то есть стрессы вероятны, какие-то связаны с каким-то неудачным истечением обстоятельств в жизни, и тут речь идет о чем? Смотрите, информация, я сам когда-то был, так сказать, в ситуациях в определенных, где я задавал тоже вопросы, но это было давно, я тогда еще много чего не знал, но вот есть ситуация, которая вам неприятна, и вы считаете, что она наоборот будет на вас воздействовать ситуация, то есть что это означает? Вы не хотите ее принимать, вы с ней не согласны и вы ее не перевариваете, вы не перевариваете эту ситуацию в физическом плане, то есть тогда это будет болезнь желудка органов пищеварения, вот, вот на это надо обращать внимание, меланхолия может присутствовать, поскольку еще раз какие-то вот ситуации, которые будут неприятные, ну, вот, депрессии какие-то могут быть, ну, вот, примерно так, а так вообще простуда, легочное недомогание, ну, надо это иметь в виду, то есть я бы посоветовал идти к специалисту, если вы хотите с ним разбираться.